Россиянка пожаловалась на заточение в больнице из-за подозрения на коронавирус общества «Россия». 15.19.7 февраля 2020 года Россиянка пожаловалась на заточение в больнице из-за подозрения на коронавирус. Больница имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге. Фото – Александр Гальперин, РИА Новости. Жительница Петербурга Алла И. Пожаловалась, что попала в заточение инфекционной больницы Боткина на Пискаревском проспекте. Ее обманом поместили в карантин на две недели, рассказала девушка Ленти.ру. По словам Аллы, 30 января она вернулась из Китая. Девушка на пять дней ездила в город Санья в провинции Хайнань. Он находится в полутора тысячах километров от Уханя, который является очагом заболевания. 31 января Аллу проверили в Хабаровске, а затем в Петербурге исследования показали, что она здорова. 4 февраля петербурженка вызвала скорую помощь, потому что у нее сильно заболело горло. Врачи диагностировали РВИ. Алла утверждает, что 5 февраля к ней пришла делегация из восьми человек, в том числе и эпидемиологи и представители распотребнадзора. Несмотря на то, что большая часть из них не посчитали нужным госпитализировать Аллу, она утверждает, что руководительница управления распотребнадзора по Петербургу настояла на этом. 6 февраля к Алле пришла домой некая женщина, посещавшая ее накануне, и вручила постановление об изоляции, медицинском обследовании и, или, медицинском наблюдении. Документ есть в распоряжении редакции. Согласно нему, у девушки выявили наличие подозрения на заболевание, представляющего опасность для окружающих. В тот же день ей позвонили из поликлиники и уговорили поехать в больницу, пообещав, что оставят девушку там только на одну ночь. 7 февраля Алле сообщили, что она полностью здорова, но ее будут держать в карантине две недели. «Она, врач, мне и объявила, что, несмотря на то, что я полностью здорова, меня здесь будут держать и не выпустят, двери везде закрыты», сообщила Алла. Ленте.ру пациентка рассказала, что каждый человек в больнице находится в отдельном боксе. Кали никому нельзя приходить, а также приносить ей еду. Девушка также пожаловалась на слишком сухой воздух, однако ей ответили, что не знают, как включить приточную вентиляцию и пообещали вызвать техников в понедельник. Оперативно связаться с больницей Ленте.ру не удалось. 5 февраля в Россию прибыли два самолета из Уханя, на борту которых находились почти 150 пассажиров, в основном россияне. Всех эвакуированных поместили в карантинный центр под Тюменью. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019. НКОВ – чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию. Число заболевших пневмонией в Китае превысило 31 566 человек погибли, 1382 пациента удалось вылечить. Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем. YouTube-канале. Подпишись. Обратная связь с отделом общества. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес. Россия-Атлентико.ру